Ну вот, к вам пришли из органов, ну давайте, проходите, закройте эту дверь на ключ. До нас приходил человек, подчас занятков я зауважал, что он вздымал то, что отбывалось. Вот такие вот визиты, ну, немножко пугают. Приходят мужчины странной внешности, обычно это такие бритоголовые качки, и слушают все внимательно, фотографируют, берут все раздатки и тихонечко уходят. Мы живем в громадстве и часом не ведаем, с чем могут затыкаться люди побачь с нами. Это правооборончий подкаст «Вясна пройдя». Тут мы рассказываем про разные истории разных людей, которые живут в Беларуси. Витаю, меня зовут Катя Арина, а сегодняшний наш выпуск подкаста присвечен тем, кто с Хавана за нами сочет. Это КДБшники. Если они, конечно, не предъявляются документы и не представляются, то мы можем только мерковать, что они саправды КДБшники. Аля часом навыд меркованные, бывая видовочным. Одночь я размавляла с волонтерами правооборончого центра «Вясна». Мне было цикаво, як яны вырошили ими стать. И вот такую историю распавела одна из волонтерок. Яна працавала у школе. Да, у меня было распределение. Я отрабатывала в школе, преподавала английский. И я попала на тренинг Erasmus+. Он был по проектному менеджменту в Вене. И, во-первых, когда я пришла к директору просить, чтобы мне дали за свой счет несколько дней, чтобы туда поехать, я была очень удивлена. А потом я принесла еще официальный документ от принимающей стороны, которая была товариществом украинской молодежи в Вене. И это был период, когда еще шли военные действия в Украине активные. И тогда мне она отказала. И потом еще вызвала на меня КГБшника в школу. Ну, просто как это выглядело. Меня вызвали с уроком в приемную директором. И мне позвонил кадровик и сказала, что ко мне тут пришли спустись. Ну, я думала, может быть, кто-то из родителей. И я прихожу. Ну, вот, и к вам пришли из органов. И мы с этим мужчиной просто уходим в кабинет. И там такая металлическая дверь. Он говорит, ну, давайте, проходите, закройте эту дверь на ключ. И такой, ну, я из органов, да. Я просто с вами побеседую. И телефончик выключите. Не надо меня записывать, снимать. И я поняла, что я абсолютно не знаю, как себя вести в подобной ситуации. И как реагировать. Я понимала, что он мне лапшу на уши вешает. И мне, в принципе, скурать нечего было. Но я поняла, что он мне ездит по ушам. Потому что он мне еще рассказывал. Говорил, да вы не волнуйтесь, я вас понимаю. Я тоже в школе работаю. Это так сложно. Ну, конечно, не работал в школе. Я сам работает в КГБ. Но вот тогда я заинтересовалась тем, вообще, как себя вести в подобных ситуациях. При общении с милицией или КГБ. И вот так волонтерка затекавилась весной. И стала удельницей волонтерской службы весны. Аля звернем увагу возь на что. И телефончик выключите, не надо меня записывать. Аля один таки запись. У нас все ж таки есть. Даша волонтерка Могилевской ЛГБТ-инициативы Новые Регионы. Одночь, да я е, в университете подошел староста и поведомил, что ему звонила на местница декана, якая сказала, как Дашу выкликали у один с кабинета, и как тая не спозднялась. Идучи туды, Даша вырешила включить диктофон на своем мэбильнику. Человек, який я чекал, представился Андреем, и сказал, что он супрацовник органов. И все. И он не показывал документов и не называл прозвища. Я навыц не упэлнена, что Андрей – это его заправдное имя. Но он начал далек. Распытывал актовистку про программирование, бо именно это ее специальность во университете. Про все лякое метапы, яке она наведывая. Про что все иншее, что она наведывая. И он был достаточно открытым и позитивным на початку. А потом он поступово начал распытывать про инициативу Новые Регионы. Но важная за увага. Памятаем, что размова с КДБшником записывалась на мабильный телефон, який татагош лежал у кишени. На жаль, гук будет дренным. Я зарабила с ним все, что смогла. Выбачайте. Але дейше вы почуете саправдную размову с КДБшником. Слухаем. Потом начал говорить про молодь. Молодь – наибольшь схильная до вплива. И какие идеи у ее закладывать, такие она и будет реализовать. Это я его цитую, когда что. Согласна. Ну, в любых направлениях, в любых. Потом, может, как раз таки керующийся этим принципом, он начал закладать свои идеи. Ну, например, у нас в стране нормальная семья – это там муж, жена, это дети. А у нас в Европе нормальная семья – это там, может быть, два мужа, две жены, ну, одно полное братье, это как со мной со мной. И они начинают, например, брать детей из дома. И если ребенок, например, мальчик, будет у него там, что папа, и он будет расслаблять норму. Согласна или нет? Ну, а почему это не нормально? Ну, потому что последствия, если так выбрать формироваться, то людей больше не будет. Не принятие ЛГБТ суперечить с правооборончим каштовностью. Подтримка смиротного покаранья, до речи, ему был присвечен наш третий выпуск подкаста, раем послухать. Так само им суперечить. Але, як я бачу, КДБшник у Вогаля з'является носпитом анти-правооборончих каштовностей. Вось идею смиротного покаранья он так само закранул. Ну, а смертная казнь никого не исправляет. Ты думаешь, тюрьма исправляет? Ну, изначально он уже как исправительный черепе не позиционируется. Ну да, только если статистику привести к конечному людей, которые вышли повторно, возвращаются, там большой процент. Сам суперечить с органом стверджает, что тюрьма не выправляет. Хотя ж сами тюрьмы у выходят в систему, якая державой называется выправленчай системой. Але повезем далей. Які манипуляции выкарастовывал КДБшник? Пираличим. Перш за все, гэта якбы разняволяння сваёй суразмовницей. Я тебе понял, что ты очень погуснила, как-то очень напряглась, то есть разговор со мной тебя очень сильно напрягает. Не скажу. Вот им описание своих метал у якости заботы, а так само трошки комплиментов. Интересно, как бы, моему виду, что происходит с молодёжью. Почему они не меняются? Почему они не настроились? Ну, ты же не знаешь, кого ещё бы спрашивал до тебя. Тут все такое есть, а потому что их нет. Целесы, думаешь, какая ты говоришь? А так само описание активистской дейности, якой ён тякавица, с негатылными нотками. Ты просто подумай о том, что люди, которые иногда какие-то вещи делают, всё не так, как оно выглядит со стороны. Если все будут делать всё, что хотят, не будет никакой, ну, банально, что, как принцип, суда сами будет настроено. Оно можно саму себя не защищать. Ну и, конечно, замацавание контактов на будущий нё. Твой телефон у меня есть. Ну, можно, да, для этого позвоните, через 9 минут мы пообщаемся ещё. Как ты считаешь? Возможно, это не место. Может, ты подумаешь, что-то взвесишь там как-то. Может, это меняется в жизни, всякое бывает. А у концы – жадание, каб гэтая размова засталася анонимной. Публично делать это не надо, сказал Йон. Але зараз мы слухаем гэты запис, дякуючи Даши. Так сама Даша звернулась до журналистов з «Мспринк онлайн». И они написали про тое, як до активистки в университет приходил КДБшник. И гэта важная парада. Каля до вас прилепился КДБшник и просит, что не варта обубличывать факт размовы с ним, альбо нават пагражая и шантажуя, а я не так сама так робить. То один из родок боротьбы с гэтым – як мага публичній гэта опубличить. И тады КДБшники отчепятся. Проверена. Але самую головную параду у таких ситуациях агучить сама Даша. Моя самая главная ошибка была то, что я вообще начала с ним разговаривать, потому что даже никаких документов он мне не предъявил, кто он вообще, из каких он правоохранительных органов. Вообще ничего, кроме имени. И просто без каких-то документов мне начинать вообще с ними вести разговор. Потому что полное право на это имеете, а они нет. Тут варта памятать – займаться громадской деятельностью и быть активистом – у гэтым нема ничога незаконнага. И гэта вятается у демократичных краинах. Але, вядаць, не у Беларуси. Я как бы знаю, что мы ничего плохого, противозаконного не делаем. И, в принципе, переживать нечего. Но, конечно, вот такие вот визиты, они, ну, немножко пугают. Выбивают из колеи. КДБ-шник может подсесть до вас деза угодна. Бывая, я на это робець, калі человек знаходяцца у цыпи, и чу, сеза, выкликаець як бы на размола. Дараши цыпу и и чум был прасвечен наш минулый выпуск подкаста Рамиху послухаць, бо у гэтых установок можа пынуться кожной. Асабліва, калі человек займаць некой громадской активностю. КДБ уважлива сочыць. Яшчэ адзін метад сачэння, гэта наведванні розных імпрэзаў. Причым мене здеуляе, яких? Таму, што яны, на мой погляд, досыць, ну, бязкрыудныя. Адначе, я прышла на мероприемство, прасвеченное правам чалавека і правам жывёлаў. Як обраняць жывёлаў згодна законодавством, ну, табок, наприклад, як писаць звароды до чиновнікаў, і што трэба ведаць, дык вось. Проводзіла гэта мероприемство Анастасія Жаурыт, дырэкторка Цэнтра па обароні жывёлаў Анімалікс. Там нешмат было людзей і сиротых, нейкі мушына. І Анастасія западозрыла, што гэта кадэбэшнік. Яў яе распытала, чаму? Это, мне кажется, обычная ситуация с активистами, которые делают своі мероприятия. К ним приходят мужчины странной внешности. Обычно это такие бритоголовые качки. Ну, такие они физически обычно развиты. І слушают всё внимательно, фотографируют, берут все раздатки і тихонечко уходят. Ещё иногда поступаєт вопрос, кто вас финансирует, но, видимо, а может быть, он і слышал, что я сказала, что, в общем-то, пока нікто. Но, ну, как бы, это частая ситуация, и об этом я узнала, когда стала правозащитой заниматься, и мы тоже объездили много разных городов, и они не могли поверить, эти гэбэшніки, што мы можем делать это бесплатно. Даречі, кэдэбэшнік Андрей таксам распытывал Дашу, хто финансує новые регионы. Але добра, кэдэбэшнік завітаў на лекцию пажывёлам, бо ў ёе назве було пазначено слово «правы». Але я трохи здявляюся, што яны ходзіць і на культурніскі импрезы. Журналісты сябра на нова, гэта безплатны курсы вывучэнні беларускай мовы. У нашай краіні любые, особліва таке патріотычнага толку, наконт мова, наконт культуры національны, яны находзяца подпільной увагы разных таких органов, де не толькі мовны, культурны, але і любые иніціативы, любая активнасть громадян притягвае увагу спецслужбаў, розных контролюючых органов, и так далі. І да, Андреа Медзвядзева завітваў кэдэбэшнік. Але яшчэраз, канешны прамых доказаў ў нас няма, гэта толькі меркаванні, але чаму? Нас колькість невелікая, там пару десятка чалавек ходзіць, тому я бачу, калі новыя людзі прыходзіць, і калі новыя людзі прыходзіць, мы прыводзім зіімі такі гульнявые знайомствы, калі они распавядаець пра сябі, гуляець, ой, звичайна, людзі ахвотна нагадайдуць, прагэтам яны размовляець та беларуску, і аднойч, наваць не аднойч, а разы три, напэўнан, але з інтервалам, і не запар, а празмісяц макчыма, дадас прыходзіць чалавек, кога мы больш ніколі не бачыли, прамі гэтыць прыхазу, ён ось ў гэтым ўсім ўдзенічыць адмурюцца ў знайомстві гэтым, але ў той же час, падчас заняткаў, я зауважав, што ён ось спаднізу стола, а ось над столом трымаў тэліфон і ўвєрсця там гэтая каміра, і здымаў тое, што адбувалася. Звучайно, людзі часам здымаюць, асаблёва, калі там гості артысты ніякі выступаюць, паваюць, ніякі што распавядаюць цікава, да вони адкрытую здымаюць сабі да і здымаюць. Ніхто не суприквася, гэта ніякі такоя дзівная былон, причым ян адказуваў па російську, калі я гэго выклікав, і так і не, ну, зацікавлінасті не було, я б не сказав, што гэта было чалвек, які пришоў там на молныя курсы. Хочусь за шо гэта было такоя адсочвання, што адбуваецца ці неманікай палітыкі, ці не ёляе гэта наша справа небезпекі для дзержавного апарату, режиму і так дэви. Ви думаеце, што ян був з КДБ? Наколькі я ведаю нашыя офіцыйныя структуры, скажам, адзілы дэалогіі, там, выканка Ама Альбо, міліцію, які вось адкрыта больш-менш працуюць, там я, ну, гэтых людзей, які я могу цікаюць, я, в принципі, з большага ведаю. Принамся ідеолога в наших докладнаю всіх ведаю, хто працую в гэтам адзіалі дэалогіі, ось. А гэта, каб гэта чалвек быў, вось там працаваў, я не ведаю. Я не ведаю, гэта чым я займаець, іде. Але в той час я хочу значу, што я я гэта бачав і на някаторых інших імпрезах, ў приватнасті, ось літературные святы присвячаны Анатолію Сусу, гарошка веке, тут каля речіць у нас адбуваўца. Але не было заважно ніяка гэта гэта активнасті, каб гэн там, ну, нешта, виступаўці, там, і, звичайно, повозять цябе гості, які приезжаюцца. Нешта, там, я навітаўся, быццам бэназіраўнік такі. Камітэт дзержавныя бяспекі. Так расшифроваець КДБ. Але мені падаецца, што беларускай КДБ, калі яну адсочвай навад низавыя ініціативы, такі, як новыя регіоны, альбо приходзіць на мерпреемство проживёлаў, тому, што там ў назаві було пазначено слово правы, то тады КДБ, то бок ші рэй дзержава, папросту не довірая сваім же грамадзянам. Єшы адзін прыклад с хаван гасачэнні, гэта так званые тіхары. Мы абавязкова зробім выбуск падкаста пра тіхароў, і на гэтам я з вами развітваюся. З вами была Катярына. А ўсім вам пажыдаю улічываць тое, што вы сёня пачылі ў падкасте. Малоди, я молоди, малые молоди, я молоди, старые молоди, молоди... молоди, молоди... я... Субтитры сделал DimaTorzok